Германия и Нидерланды передадут Украине 12 самоходных гаубиц. Украинские бойцы уже прошли соответствующее обучение на них. Об этом сообщила Минобороны ФРГ. Семь таких единиц уже отправили в Украину. Это первое тяжелое вооружение, переданное Германией. Готовились долго. Немцы выдерживали сроки. Где-то на другие готовились по две недели, а не 40 дней. Гаубиц и немецкие одни из самых лучших и, так сказать, лучшие в мире. Там по скорострельности, по дальности, по точности. Но поступила батарея, а их надо сотни и сотни. Около 20 скорострельных гаубиц, способных уничтожать даже современные танки, в ближайшее время отправит Украине и Британия. Также там обещают увеличить поставки противокорабельных ракет «Гарпун» и «Бримстоун». Такие средства поражения кораблей вражеского Черноморского флота крайне важны и необходимы, потому как в перспективе украинской страны необходимо решить вопрос главной. Блокады кораблей Черноморского флота, которые создают серьезные проблемы для транспортной логистики в акватории. Но одним из наиболее необходимых Украине вооружений эксперты называют реактивные системы залпового огня, в частности Химарс, которые имеют большую дальность действия. Они помогут остановить наступление в Донецкой и Луганской областях. Мы еще лучше достанем их логистические центры и пути коммуникации. И это слабое звено российской армии. Достать их ракетами будет означать, что прекратится подвоз техники живой силы боеприпасов. Для Украины сейчас крайне важно получить такое вооружение, потому что Россия имеет десятикратные преимущества в артиллерии. Кроме того, она продолжает использовать вооружения, запрещенные международными договорами. Таких видов вооружений с Россией 210 уже собраны данные. 210 разновидностей. А по количеству это тысячи. К таким вооружениям относятся санцепек, термобарийское оружие запрещено. Они его применяют и используют. Затем кассетное вооружение. Кассетные боеприпасы опасны тем, что их части разлетаются на большую площадь. И около 20% из них могут взорваться намного позже, что представляет значительную угрозу для гражданского населения. Один из первых случаев их применения зафиксировали еще в конце февраля. По данным Amnesty International, тогда российская армия сбросила бомбу на Ясли и детский сад в Ахтырке Сумской области. В результате погибли три человека, включая ребенка. Здесь нарушение, так как попало под атаку инфраструктура здания, которая находится под защитой. То есть это детский садик. Это является грубым нарушением международного права, является военным преступлением. И, конечно же, все вот эти случаи должны быть детально задокументированы. Также задокументировано много случаев применения России запрещенных Женевской конвенции фосфорных бомб, противопехотных мин и другого опасного для мирных жителей оружия. А журналисты New York Times провели собственное расследование и посчитали, что армия Российской Федерации как минимум 450 раз применяла неуправляемые боеприпасы для обстрела городов. Например, Николаева и разрушенного горсовета, когда одним авиаударом был уничтожен фактически с достаточно большим количеством потерпевших гражданских. Мы измеряем эти преступления в соответствии с национальными уголовными правилами. Расследование этих военных преступлений России проводит не только Украина, но и Международный уголовный суд в Гааге. Тем, кто отдавал приказы применять запрещенное вооружение, может грозить пожизненное заключение.